Как можно быть такой тупой? Если поедет стриптизерка, то это позор. Я сижу думаю, ну, 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 а ну-ка, это уже интересно. Друзья, вот и подошло к концу знаменательное событие национальный отбор в Украине 2012. Между всего, очень не банально. Спасибо большое и спасибо боженьке. Мы определились с фаворитом. Друзья, 2019 год, да, на дворе, и у нас есть победитель. Мы поздравляем, поздравляем всех телезрителей, кто был с нами и смотрел. Поздравляем всех пользователей сети, которые прислали не самые лучшие комментарии в адресе исполнительные нас, и сейчас я их хотел бы зачитать. Третья часть, сука, с фейсбука. Поехали. Хочется знать, какие еще цикавые слова о Крим жопа знает пан Евген. Вчерашнее интервью полная жопа для вас. Жопа. Жопа. Опа. Та-да-да-дам. А ну-ка, это уже интересно. Вот, наконец, нормальный вопрос. Не, ну, друзья, на самом деле я не склонен как-то остро выражаться или там делать прецеденты какого-то мемообразования или там восторга или наоборот. Все слова, которые я знаю, я сказал. А если поедет стриптизерка, то это позор. Ну, это какая-то общая такая история. Ну, такая свала, мазала, луна не хватило. Я вам скажу, друзья, такая народная есть поговорочка. Потом, если я быстро сказал, я стесняюсь. Я, вы знаете, вот вам скажу, я когда смотрел вот этих ребят, которые были из Чехии, как их зовут? Лайк-Малави. Я вот смотрю, я, ты знаешь, вот я восхищаюсь вот их легкостью. Ага. Вот я сижу думаю, боже, как они не парятся, как они, от них не пахнет волокордином, как от наших, понимаешь? И валерьянкой. Они свободные, они легкие, и публика их воспринимает, они участвуют в игре артиста, помогают артисту. Такое ощущение, что они как не под прицелом, они как гости, просто проходят... А у нас сражение. Все. Джамала превратится в Годзилу и сожрет девчону. Дайте сахетку. На Евробачене важливо, коли виконавець є досвідченным. Джамала, ты зараз серьезно? Как раз досвид там ничего не вырешивает. Впевненность, так, але багато молодых артистов выступают круто, не маючи роков досвіду. Я не про роки досвіду, я про досвід сценичный. Если ты вперше выходишь на сцену, я не видела таких артистов, которые просто вперше выходят и спевают наживо, кльово, впевненно и так далее. Досвід-впевненность. Почему судьи против Маруф? Как американец я не понимаю. Очевидно, он луч. Він на русском пушит? Вот тут, в конце сошли. Американец. Очевидно, он... Джейсон Козаченко. Очевидно, он луч. Джек Восьмеркин американец. Может, хоть у вашей рубриці Данилко зними кепку? Ну, а зачем вам это? Ну, для чего? Интеллигентная провокация. Я вам, друзья, я вам сегодня скажу. Сидел в зале один известный человек, продюсер, да? И он сидел там, и я прохожу в восторг, когда объявляют. Я иду по залу, и он говорит, а Данилко в старых кроссовках. Я думаю, то есть надо было меня так рассматривать, чтобы узнать, что это старая кроссовка. Прикень. Ты понимаешь? Я думаю, вот сделаю ему приятное, одену белые. В первый раз в жизни, ребята. Я дали выкид. Классные. Слушай, неплохие, да. Но как раз в этом финале мы не проходили через весь зал. Я сижу и думаю, ну, 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 елки-палки. Они так красиво ругаются, словно 10 лет в браке. Они правда славные. Пусть порой и ругаются. А так все хорошо. Притулка. Это про притулки. Притулка. Что-то. Притулочка. Сергей, прости. Нет, вы знаете, когда я всегда за Сережу заступаюсь, когда говорят, вот, как-то он там бывает бестактен. Но мы все бываем, что это удачно, неудачно. У него такая роль. Он должен троллить, он должен вызывать какие-то споры. Ну, я считаю, что он крутой ведущий. Сегодня вечер дивовижных открытий, Андрей Михайлович. 4 миллиарда. Ты серьезно? Как можно быть такой тупой про Маруф? 4 миллиона или миллиарда, по-моему, там жители России. Ну, слушайте. Послушайте. Волонение. Ну, у меня 2012 год. У Маруф 4 миллиарда. Ну, камон. Это не серьезно. Атмосфера, конечно, такая. Дергаем. Дергаем. Судя по ленте, складывается впечатление, что выборы президента происходят прямо в эти минуты. Кого выбираем? Тебя. Давай тебя. Тебя. Говорят, что многие какие-то вещи проверяют на этом от сборочном туре. В этом году совпало так, что у нас. Какие-то приемы, да. Сейчас начнется большая игра. Мы попали под раздачу. Начинается большая игра. Друзья, там будет все веселее, к сожалению. Мы некомпетентны комментировать. Стоишь хороших пельцов. Вообще. А номера какие? И номера хорошие. А номера супер. А обложки альбомов. Висят по всей стране. Бомба. Почему Данилка нет в соцсетях и он не ведет свой блог? А потому что мне это не нужно. Потому что он не хочет удалять комментарии. Я так сейчас красиво вырулил. Я радуюсь о том, что вам радостно. Смех и радость мы приносим людям. Мне кажется, вы непревзойденный мастер короткого жанра такого. Я просто так тороплюсь. Мастер хорошего настроения хочет уже выпить. Понимаете? Итог. Жюри не голосует за песню. И это факт. Один балл Анне Марии. Ну-ну. Стоит напомнить, что финал есть финал. Игра и возможно достижения в полуфинале. Допустим, моя оценка во втором полуфинале для Анни Марии обеспечила им выход в финал. Но это абсолютно не дает гарантии на высокую оценку в финале. Там все начинается заново. Я вот не понимаю, сколько надо это объяснять. Я не понимаю. Мы вот каждый раз все объясняем и разжевываем. Финал это новая история. Это как раз таки один за песню. Со стороны саунд-продюсера, какой трек наиболее вероятно взорвет Евро-2012? 12? Какая-то? Что такое? Смотрите, да, если говорить о сегодняшнем дне и о сегодняшних тенденциях, то самый современный проигрыш был у Мару. Это действительно так. Это бомба-ракета, пау-пау-пау и всякое такое. Не, ну, ребят, ну, это стоит признать, что, блин, вот такая музыка сейчас рулит. Я искренне надеюсь, что тенденции будут как-то меняться. И как солнцезащитные очки, которые каждое лето, каждый сезон приносят что-то новое. Но данность сейчас такая. Друзья, вот такая рубрика. К нам присоединилась замечательная Джамала, которая презентовала классную песню. Так прошел нацотбор у нас в Украине. Надеемся, что в этом году мы войдем в десятку, в пятерку. В десятку давайте, да? Давайте в пятерку, пожалуйста. Ну, давайте в тройку. Ребята, давайте... А лучше в единичку. Друзья, меньше негатива, больше позитива. Какие вы талантливые. Я очень благодарен вашей рубрике, потому что вот мне показалось, это очень повлияло на Женю Филатова. Как-то мне кажется, он стал более свободней. Потому что он себя искал в телевизионах. Да, 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 да. Сегодня получила удовольствие Джамала. И мне показалось, что она чуть позавидовала, что она два полуфинала тут не сидела. Ребята, ради бога. Подписывайтесь на канал Слух. С вами был Андрей Михайлович. Данилко.